Все разнообразие спецтехники в одном месте и взрослые дети могли посидеть в кабинах, оценить маневренность, пообщаться со специалистами, понаблюдать за работой агрегатов на мониторах. Большое внимание посетителей привлекли два робота, четырехколесный и плавающий. Их задача пройти 200 метров там, где человеку даже не проползти. В трубах диаметром не менее 30 сантиметров. Они определяют, в каком месте засора и повреждения, передают данные на компьютер. Затем за работу берутся ремонтники, копают яму там, где необходимо, с точностью в миллиметр. Мы работаем ежедневно. Предназначены для осмотра повреждений, также наличие каких-нибудь скрытых врезок, внутреннее состояние трубы. Можно полностью определить, нуждается трубопровод, перекладка или не нуждается. Коммунальщики приводят в порядок Самару круглые сутки, вне зависимости от времени года и погоды. Техника в помощь. От банальной поливальной машины до микротрактора по уборке снега и мусора. Малогабаритная техника прежде всего необходима для приведения в порядок тротуаров и дворов, которые в исторической части города отличаются небольшими габаритами и узкими въездами. Всего на выставке посетители увидели несколько десятков единиц разной спецтехники, как для лета, так и для зимы. Техника во многом универсальная, то есть меняются какие-то насадки. Летом и зимой задействованы одни и те же виды техники, просто, скажем так, с разным навесным оборудованием. Современные машины обслуживают городские магистрали и дороги во дворах, тротуары и подземные коммуникации. Выставка – это еще и проверка готовности техники к зиме. Не только муниципалитет считает это первоочередной задачей. Общественность следит за тем, насколько коммунальные службы и службы благоустройства могут качественно и оперативно справляться со своими первостепенными обязанностями. Хотелось бы, чтобы зимой дороги убирались от снега, особенно дворы. То есть, если дороги еще чистятся, то во дворах, заставленных машинами, иногда очень сложно и припарковаться, иногда вообще заехать. Ну а летом, в принципе, хотелось бы, чтобы улицы чаще мылись, потому что хотелось бы дышать, чтобы легче было. Для комфортной жизни самарцев город ежегодно обновляет парк коммунальной спецтехники. Так, по инициативе главы Самара Олега Фурсова, в 2015 году только для нужд МП-благоустройства были закуплены 64 спецмашины. Еще 28 единиц за счет горбюджета были приобретены для муниципальных управляющих компаний. В этом году обновление и модернизация парка продолжается. Планируется пополнение на почти 80 единиц. Уже закупили 47 машин для наведения порядка на улично-дорожные сети. Они поступят на вооружение службы благоустройства в конце сентября. Кроме того, в ближайшее время планируется проведение торгов с целью дальнейшего приобретения еще свыше 20 спецмашин. К снегопадам, аномально ранним осенью и аномально поздним весной, компании готовы, заверяют специалисты. Дороги в круглосуточном режиме будут очищать более 500 спецмашин. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.